Что же мешает нам проводить химиотерапию больными герминогенными опухолями в полном объеме? Наверное, уже стало понятно из ранее двух прозвучавших докладов, что крайне важным является для больных герминогенными опухолями соблюдение всех принципов и стандартов лечения. В 2014 году наши коллеги из Института Густава Русси опубликовали ретроспективный анализ, в который вошли 82 пациента, страдающие герминогенной опухолей, это и семеномные, и несеменомные, второй и третий стадии, у которых после проведения первой линии химиотерапии был зарегистрирован лицидив заболеваний. При анализе аномнистических данных было показано, что у каждого третьего больного были нарушения. Какие это были нарушения? Это различные нарушения от долженствующей дозы на 10% и более. Необоснованная пролонгация циклов и удлинение интервалов между циклами химиотерапии более чем на 3 дня. Неправильно определенный прогноз и от этого вытекающее неправильное количество циклов химиотерапии, либо неверно выбранный режим системной лекарственной терапии. Но когда стали анализировать дополнительно по риску развития рецидива в зависимости от группы прогноза, так вот то, что было интересно, это для больных из группы неблагоприятного прогноза, посмотрите, у 39% всего был нарушен протокол химиотерапии, а у 61% протокол химиотерапии не был нарушен. Это говорит о том, что в принципе для больных из группы неблагоприятного прогноза отклонение от режима, вернее соблюдение назначенного режима химиотерапии не всегда защищает их от развития рецидива заболеваний. Но если этим больным правильно проводится в соответствии со стандартами вторая линия химиотерапии, то это не нарушило показатели общей выживаемости, и хотя она отличалась, она статистически не была достоверной на этой разнице. И в этом исследовании, в этом исследовании вошли только пациенты с рецидивом заболевания, поэтому в принципе нельзя было сказать о нарушении режима первичного лечения как грозно влияющего на прогноз заболевания. Ну давайте попробуем разобраться, действительно ли это так. Когда необходима модификация доз препаратов, когда мы в своей рутинной практике задумываемся о том, чтобы уменьшить дозу, отсрочить дозу или пойти как-то по пути модификации режима. Безусловно, это пациенты в ослабленном состоянии. ЭКОК-3, ЭКОК-4 вследствие массивного распространения опухолевого процесса, когда есть крайне высокая угроза распада опухоли кровотечения, особенно это для больных с метастатической хориокарциномой, с колоссальным уровнем хорианического гонотерапии на более 50 тысяч единиц. Безусловно, модификация требует пациентов, у которых есть признаки хронической почечной недостаточности, печеночной недостаточности. И когда выявлены те или иные отклонения в клиническом анализе крови, но обращаю ваше внимание, что анализ, на основании которого мы проводим модификацию доз, это анализ, который выполняется за день до планированного, до старта планированного цикла терапии. Ранее перенесена тяжелая гематологическая токсичность. Какая именно? Именно фибрильная нитропиния, длительная нитропиния глубокие четвертой степени, тромбоцитопиния четвертой степени, которые развивались даже при использовании колоннестимулирующих факторов. Ну и любая другая неприемлемая тяжелая токсичность, именно химиоиндуцированная токсичность по критериям CTCAE. Модификация доз в зависимости от тяжелого общего состояния. Вот это уже другой анализ исследователей из Института Густава Руси. С 1980 по 2006 год за практически 26 лет они проанализировали 25 пациентов с герминогенной несеменомной опухолем и наличием обширного метастатического поражения легких, что сопровождалось признаками дыхательной недостаточности, снижением сатурации. То есть это пациенты, которые обладали крайне высоким риском для развития острого виспиратомного дистресс-синдрома. Примерно у 72% также отмечались и другие опухолевые проявления, то есть другие висцеральные вне легочные изменения. Так вот первоначально исследователи до 1997 года, как и было принято, проводили стандартную химиотерапию, первый цикл в полных дозах, в полном режиме. С 1997 года они стали модифицировать первый цикл химиотерапии уменьшением количества дней химиотерапии. Первоначально это могло быть первые три дня химиотерапии в режиме ЕП, и с 10 по 15 день довводили два оставшихся дня ЕП и довводили блеомицин. И уже в последующем, начиная с 21 дня, начинали стандартный полноценный режим химиотерапии по схеме БЭП. И если мы посмотрим на то, к чему это привело. И вот тот период, когда химиотерапию проводили в полных дозах, посмотрите на вот эти числа развития острого респираторного дистресс-синдрома, посмотрите на вот эти цифры летальных исходов и на долгосрочную выживаемость. Они в разы, в разы ниже. А когда с 1997 года стали использовать так называемый стабилизационный или водный цикл, практически в три раза ниже была частота развития острого респираторного дистресс-синдрома с 80 до 30 процентов она упала. Гораздо ниже была частота летальных исходов, с 60 до 20 процентов она упала. И гораздо выше были показатели долгосрочной выживаемости, они поднялись фактически до 40 процентов. И уже опираясь на эти данные, наши коллеги из института имени Николая Николаевича Блохина опубликовали свои данные касательно применения водного или стабилизационного цикла химиотерапии. Сейчас мы вернемся к презентации, посмотрим, какие результаты получили наши коллеги. Частота респираторного дистресс-синдрома при использовании стабилизационного цикла, она практически почти в три раза меньше, летальные исходы ниже, и долгосрочной выживаемости она увеличилась до 40 процентов. Поэтому первоначальное снижение доз химиотерапевтических препаратов в первом цикле терапии у пациентов с плохим прогнозом, обширными метастазами в легких, по-видимому, предотвращает риск и развития респираторного дистресс-синдрома, и ранней смерти наших пациентов. Так вот, наши коллеги из центра Блохина, они представили свой обзор, тоже достаточно большой интервал, 25 лет, с 87 по 2012 года, 265 пациентов с герминогенной несиминомной опухолью, неблагоприятным прогнозом, которые получили первую линию химиотерапии. И посмотрите, у каждого четвертого имелся просто ультравысокий уровень онкомаркеров. Альфа-фитопротеин больше 100 тысяч, хоренический гонотерапин больше 200 тысяч, либо это пациенты, которые имели ЭКОК-3-4 в силу своей распространенности опухолевого процесса. И тоже это первый этап, это когда мы проводили полноценные циклы химиотерапии, а с 2006 года мы все чаще и чаще стали говорить о так называемом водном, сокращенном, укороченном или стабилизационном цикле химиотерапии, который состоял из первого, третьего или первого, третьего, пятого дней химиотерапии в режиме ЕП. И как правило, как минимум все пациенты получили 4 цикла химиотерапии, но некоторое количество циклов было увеличено до 5-6, это пациенты, которым использовался стабилизационный цикл, или когда видели медленное снижение уровня онкомаркеров до четвертого цикла. И что мы видим? А мы видим, что благодаря стабилизационному циклу частота жизнеугрожающих осложнений, включающих в себя гематологическую токсичность, развитие инфекционных заболеваний, кровотечения, летальные исходы или другие осложнения четвертой степени, частота их уменьшилась с 76 до 44%, но при этом показатели общей выживаемости, они ничуть не изменились. Посмотрите, если мы посмотрим на лечение пациентов до 2005 года без стабилизационного цикла, после 2005, или же другие пациенты, которые имели неблагоприятный прогноз по другим критериям, общая выживаемость была абсолютно идентична. Примером стабилизационного цикла химиотерапии может быть вот этот цикл, который представлен вам, это первый день введения этапазида, стандартная доза, второй день введения цисплотина, и третий-четвертый день – это введение уже и этапазида, и цисплотина. В принципе, после улучшения состояния, которое обычно отмечается в течение первой недели от проведенной терапии, следует начать уже запланированный цикл, полноценный цикл химиотерапии, и при этом целевое время для начала полноценного цикла должно составлять примерно 10-14 дней. То есть не нужно после первого вводного цикла ждать 21 дня, чтобы начать второй цикл химиотерапии, полноценный. 10-14 дней и переходите к полноценному режиму химиотерапии. И вот в качестве примера, позвольте представить вам вашему вниманию, клинический случай – это пациент нашего отделения, молодой человек 26 лет, у которого диагностирована гирмидогенная несеменомная опухоль, гистологическая – это была опухоль желточного мешка, локализующаяся в передней верхнем средостении, то есть это уже группа неблагоприятного прогноза, которому по месту жительства в июле выполнили хирургическое лечение. И вот на левом снимке видно, насколько выражен опухолевый процесс. Это тот опухолевый процесс, который возник уже в августе, то есть спустя месяц от проведенной массивной операции. Пациент поступил к нам в крайне тяжелом состоянии с признаками легочного кровотечения, колоссальные цифры опухолевого маркера, альфа-фетопротеин почти 36 тысяч, ЛДГ-428, бета-ХГЧ был в норме. И, естественно, в таком тяжелом состоянии мы пошли по пути вводного цикла, который был представлен только тремя введениями цисплотина, стандартный режим дозирования, первый, третий, пятый день по 20 мг на метр квадратный. Обратите внимание, это разница между снимками две недели, когда больной поступил через две недели на полноценный цикл химиотерапии. Какой колоссальный эффект? Общее состояние от шкалы ЭКОК-3 опустилось до ЭКОК-1. Спокойное дыхание, нет необходимости в кислородной поддержке и, по данным томограммы, выраженный регресс опухолевого процесса. То есть проведение стабилизационного цикла снижает риск колоссальных осложнений, снижает риск ранней смерти пациентов, но при этом никаким образом не влияет на показатели выживаемости. Безусловно, показатели почечной недостаточности требуют модификации доз в зависимости от уровня клиренса креатинина. Цисплотин – это основной препарат, который мы используем для лечения больных герминогенной опухоли. Фактически любая линия химиотерапии включает в себя препараты платины. Ну и кроме цисплотина есть этапозит, есть поклитоксел, есть гемцитабин. То есть если мы посмотрим на уровень клиренса креатинина, то в зависимости от полученных данных мы должны модифицировать дозу в зависимости от почечной недостаточности. Наши отечественные рекомендации русско, они говорят о том, что при снижении клиренса менее 40 и блеомицин и цисплотин будет отменен, требуется отмена и достаточным является проведение только этапозита с последующим возвратом к полноценному цирку, если осложнения будут полностью оккупированы. Признаки печеночной недостаточности, безусловно, они требуют модификации, но поскольку, еще раз обращаю ваше внимание, основным препаратом для лечения является цисплотин, он не обладает абсолютно никакой печеночной недостаточности, поэтому цисплотин вы можете вводить в полных дозах, независимо от уровня трансаминаз, от уровня общего билирубина, и независимо от того, есть у пациента поражение, метастатическое поражение перечень или нет. И вот в качестве примера, хотела бы вам представить результаты томограммы нашего пациента, об этом пациенте говорила Анна Игоревна. Это первый пациент, который у нас прошел высокодозную химиотерапию, первое обращение в 2008 году, вот с таким массивным поражением печени, ЭКОК-3-4, наверное, у пациента был при первом обращении, выражены признаки печеночной недостаточности, и первый цикл химиотерапии ему проводился сугубо цисплотином. В последующем пациент получил первую линию, вторую, и третью линию была высокодозная химиотерапия, и то, о чем уже говорила Анна Игоревна, на длительность безрецидивного периода у него составляет уже длительность медиана выживаемости 140 месяцев, и продолжается на сегодняшний день без признаков активности процесса и полный регресс метастатических очагов в печени. Очень важный и серьезный вопрос касательно модификации доз препаратов при развитии гематологической токсичности. Еще раз обращаю ваше внимание, коллеги, что решение о редукции доз принимается только на основании анализа, полученного за день до начала очередного цикла химиотерапии. И здесь для нас важным является не отдельное снижение уровня нитрофилов, не отдельное снижение уровня тромбоцитов. Для модификации доз должно быть сочетание и нитропини, и сочетание тромбоцитопини. И в зависимости от того, какую цифру мы получаем, мы можем либо редуцировать дозы и начать путь данного цикла химиотерапии в редуцированном дозе, либо подождать и отсрочить начало химиотерапии до восстановления показателей. Обращаю ваше внимание, что редукция дозы этапазида, ну чаще всего на 20, иногда на 40%, показана при проведении всех последующих циклов химиотерапии, если несмотря на профилактическое применение глюкокортикостероидов развилась глубокая нитропиния 3-4 степени, которая осложнилась с инфекционным процессом. Или нитропиния 4 степени длительностью более 7 дней, а тромбоцитопиния более 3 дней длительности ее, или потребовавшейся трансфузии тромбоконцентрата. Когда допустима отсрочка, все ли циклы химиотерапии первой линии рекомендуется проводить строго через каждые 3 недели. То есть началом очередного цикла является 22-й день от начала предыдущего цикла. Задержка очередного цикла рекомендуется только при наличии следующих параметров. Это тяжелая гематологическая токсичность. Нитропиния 4 степени, то есть абсолютный уровень нитрофилов составляет менее 0,5. Если на момент госпитализации есть признаки фибрильной нитропинии, или если есть признаки тромбоцитопинии 3-й или 4-й степени. Обращаю внимание, если уровень нитрофилов выше, чем 0,5, это не является основанием для задержки начала очередного цикла. И при уровне тромбоцитов выше 75 вы спокойно начинаете цикл химиотерапии. Любая другая тяжелая химиоиндуцированная токсичность по критериям CTCAE. Что это может быть? Это могут быть тяжелые стоматиты, это могут быть тяжелые колиты. Активная инфекция, безусловно, признаки тромбоэмболии или другое острое состояние, препятствующее началу химиотерапии. Что касается риска развития фибрильной нитропинии, так вот в этом году наши японские коллеги представили свой ретроспективный анализ. 78 пациентов герминогенной опухоли, которые получали в качестве первой линии терапии режим БЭП, режим ЕП или режим ПЭИ. И обратите внимание, у 40% развилась фибрильная нитропиния. Проведя многофакторный анализ, исследователи пришли к выводу, что в группе риска для развития фибрильной нитропинии являются пациенты, чей возраст составляет 36 лет и старше, пациенты, у которых клиренс креатинина составляет менее 70 единиц, и пациенты, которые получают первый курс химиотерапии. То есть при последующем курсе авторы говорят о том, что риск фибрильной нитропинии не увеличивается. Наиболее высокий риск возникает при проведении первого цикла химиотерапии, при этом проведение профилактического назначения глюкокортико-колонии стимулирующих факторов не снижает риск развития фибрильной нитропинии. Канадские исследователи представили в 2015 году ретроспективный анализ 346 пациентов с метастатической глюкогенной опухоли. 87% из них получали в качестве первой линии режим БЭП. И посмотрите, что при первичной профилактике фибрильная нитропиния развилась у 12% пациентов. Без первичной профилактики, то есть у 15%. То есть авторы этого исследования также подтверждают, что применение колонии стимулирующих факторов не снижает риск развития фибрильной нитропинии. Причем даже при первичной профилактике 6% пациентов потребовалась госпитализация для того, чтобы купировать развившиеся осложнения. Если мы посмотрим на рекомендации, наши рекомендации, рекомендации НССН в отношении риска развития фибрильной нитропинии, то высокий риск, это риск более 20%. Здесь масса различных нозологических единиц с их режимами. И здесь же есть и наши герметогенные опухоли. Режим ПЭИ, режим ВИП и режим КИП – это изначально гематологически токсичные режимы, которые требуют проведения профилактики фибрильной нитропинии. Фибрильная нитропиния с риском развития от 10 до 20%. То же самое герминогенные опухоли яичка, яичка с применением режимов БЭП и ЕП, относятся к промежуточному риску развития фибрильной нитропинии. И кому же показана профилактика фибрильной нитропинии? Это прежде всего первичная, если мы используем высоко гематологически токсичные режимы, режим КИП, режим ПЭИ и режим ВИП. Режим БЭП или ЕП, но у пациентов с неблагоприятным прогнозом, это как раз та когорта пациентов, для которых принципиально начало очередного цикла химиотерапии на 22-й день, то есть без отсрочки, даже на одни сутки. Ну и индивидуально у пациентов пожилых, более старшей возрастной группы и коморбидных пациентов. Вторичная профилактика, она проводится при проведении всех последующих циклов химиотерапии, если на предыдущем уже однократно хотя бы возникала фибрильная нитропиния или глубокая нитропиния четвертой степени длительностью более 7 дней с развитием тяжелых инфекционных осложнений. Другое осложнение, которое может повлиять на отсрочку начала очередного цикла, это тромбоэмболические осложнения. Ретроспективный анализ австрийских исследователей, он был опубликован в этом году. Он показал, что 346 пациентов, которые получали химиотерапию в режиме БЭП, ЕП или ПЭЭ, одевантной или в качестве лечебной первой линии, и у 14% возник венозный тромбоз. Причем, обращаю ваше внимание, что он возник не то, что на лечении, он возник в течение первых 6 месяцев с момента старта химиотерапии. В большинстве случаев это была чистая тромбоэмболия. Были пациенты, у которых тромбоэмболия сочеталась тромбозом глубоких вен, просто тромбоз глубоких вен и тромбоз иных вен встречался реже. Причем частота развития через месяц 3 и 6 возрастала соответственно. Безусловно, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений приводила к снижению риска практически наполовину, на 52%. И кроме этого, авторы показали, что риск развития тромбоэмболии, он существенно зависит не только от того, была профилактика или не было, но он и зависит от стадии, на которой проводится лечение пациенту. Ранние стадии, конечно, они обладают меньшим риском. Вторая, третья стадия, они обладают колоссально, сами по себе стадии заболевания определяют более высокий риск развития тромбоэмболических осложнений. В этом же анализе авторы провели анализ и показали, какие предикторы развития венозных тромбоэмболических осложнений. И, конечно, безусловно, вторая, третья стадия здесь стала одним из факторов риска, то есть продвинутая стадия, это больший риск развития осложнений и размер забрюшенных лимфатических узлов, которые составляют 5 см и более, а также с увеличением количества циклов увеличивается риск развития тромбоэмболических осложнений. Что касается наших отечественных рекомендаций и рекомендаций Минздрава Российской Федерации и рекомендаций российского общества онкологов, предполагают при массивном поражении либо 3,5, либо 5 см по рекомендации русско размеров забрюшенных лимфатических узлов уже сразу обязательно проведение профилактики тромбоэмболических осложнений. Ну и больные, которые относятся к группе неблагоприятного прогноза, они безусловно требуют профилактики тромбоэмболических осложнений в первой линии, что написано в стандартах. А что касательно других линий, ну на самом деле, когда мы рассчитываем риск развития венозных тромбоэмболических осложнений, мы пользуемся шкалой Кахарана. И высокий риск это 3 балла и выше, либо пронежуточный балл, когда 1 или 2 балла мы определяем по этой шкале, но при этом есть массивное поражение забрюшенных лимфатических узлов. При этом опухоль определяется как метастатическая или опухоль имеет неблагоприятный прогноз, либо наличие соматических других факторов, которые могут приводить к тромбоэмболических осложнениям. Поэтому вторая, третья линии, они также требуют профилактики тромбоэмболических осложнений. Для этого мы используем низкомолекулярные гепарины. Обращаю ваше внимание, что начало профилактики должно быть за 2 часа до старта химиотерапии на протяжении всей химиотерапии и с целью закрепления эффекта 1-2 дня после завершения химиотерапии продолжается введение низкомолекулярных гепаринов. Что касается такого осложнения, как тошнота и рвота, конечно, Анна Игоревна уже сказала, и позже мы послушаем доклад Александра Константиновича, тошнота и рвота это одно из серьезнейших осложнений противоопухолевой терапии. И, как уже говорила Анна Игоревна, виды тошноты могут быть различные, это и предварительные, то есть еще до госпитализации, до подъезда пациента к центру, где будет проводиться химиотерапии. Некоторые испытывают тошноту и рвоту, это, как правило, те пациенты, у которых был неадекватный режим противорвотной терапии на предыдущем цикле химиотерапии. Острая тошнота, возникающая в первые сутки, отсроченная, которая может пролонгироваться до 5-6 дня от старта химиотерапии. Безусловно, если мы посмотрим на цитостатики, которые относятся к группе высокоэмитогенных, умеренной эмитогенных, практически все цитостатики, которые мы используем для лечения больной герминогенной опухоли яичка, они относятся к категории высоких и умеренной эмитогенных. Эти цитостатики обязательно требуют адекватной, грамотно подобранной противорвотной терапии, которая включает в себя целый комплекс. Это блокаторы серотониновых рецепторов, нейрокининовых рецепторов, кортикостероиды и нейролептики аланзапин. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, подбор дозового режима в соответствии с соматическим статусом пациента, степенью распространения процесса, ранее зарегистрированной токсичностью на предыдущих циклах химиотерапии, это является ключевым моментом в определении терапии. Отсутствие должно быть обязательно адекватно подобранной дозы, отсутствие необоснованной редукции препаратов, это является ключевым моментом. Адекватное назначение глюкоколонии стимулирующих факторов, профилактика тромбоэмболических осложнений, синдрома лизиса опухоли, адекватная сопутствующая терапия, включающая режим гидротации, антимитогенную терапию, тщательный мониторинг показателей крови в промежутках между циклами химиотерапии и своевременная коррекция осложнений. И еще раз обращаю ваше внимание, наиболее оптимальным является проведение лечения только в специализированных центрах. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Грифья Митхатна, за крайне подробное описание возможных осложнений, действительно тех сложностей, которые встречаются на пути химиотерапевта и больного прежде всего. Ну и на самом деле это, наверное, одна из самых таких важных частей работы повседневных химиотерапевтов. И что мне очень понравилось, что мы действительно слышали постоянно, на сегодняшний день есть возможность профилактики. И, наверное, это основная задача, чтобы не купировать развившиеся проявления, а именно осуществлять профилактику, и на сегодняшний день в ряде ситуаций подобное возможно. Анна Игоревна, пожалуйста, у вас есть вопросы, комментарии? Спасибо большое, Грифья Митхатна, если это очень подробное освещение этой проблемы. Хотела уточнить, вот там вы ссылались на исследования японских, кажется, авторов о том, что даже вторичная профилактика с стимулирующими факторами не очень реализуется в таком клиническом эффекте, что, в принципе, все риски химиотерапевта сохраняются. Все-таки имеет смысл делать, проводить вторичную профилактику или можно от нее воздержаться? В том исследовании авторы сказали о том, что проведение первичной профилактики не защищает пациентов от развития фибрильной нитропинии. Но, тем не менее, если мы учитываем риск развития фибрильной нитропинии, профилактика, она, безусловно, нужна. Особенно, если мы зафиксировали длительную глубокую нитропинию четвертой степени длительностью более семи дней. Если мы зарегистрировали нитропинию третьей и четвертой степени, которая осложнилась инфекционными процессами, это, конечно же, требует профилактического введения колонии стимулирующего фактора. В меньшей степени мы стремимся редуцировать дозы, чтобы сохранить эффект, потому что, конечно, снижение эффекта, снижение дозировки приводит к снижению эффекта. Если есть осложнения, которые мы можем поддержать, защитить пациента, применяя какие-то препараты и в какой-то степени защитить от развития этого осложнения, конечно, надо стремиться к проведению профилактического введения колонии стимулирующих факторов. Особенно, если это завершающий цикл, не хочется снижать дозировку, лучше поддержать пациента колонии стимулирующим фактором, чаще находиться на связи с пациентом, может быть, чуть чаще контролировать показатели крови еженедельно, так это обязательно. Но я бы, наверное, все-таки за профилактику. Спасибо большое. А мне можно еще вопрос задам, наверное, Александр Константинович? В отношении часто довольно проблемы с давлением мочеточника, нарушением тока мочи опухолевыми конгломератами, пораженными заболевшими лимфатическими узлами. Даже помню, что вот мы раньше в меньшей степени прибегали к нефростомии у этих пациентов. Если нормальная функция почек, если креатинин не повышен, клиренс не снижен, то мы далеко не всегда выполняли нефростомию у этих пациентов. Сейчас мы все чаще и чаще прибегаем к такому возможности сохранения функции почек. Насколько вот это вот должно быть, скажем так, реализуемо в центрах, которые занимаются лечением этих пациентов? Ну, наличие гидронефроза, даже единственной почки, во-первых, конечно, оно не всегда будет влиять на снижение суммарной функции выделительной, и мы можем видеть в принципе приемлемый уровень склероза креатинина. Но, тем не менее, чаще всего все-таки при наличии гидронефроза определенные нарушения есть. И, конечно, это всегда проблема, потому что мы вынуждены модифицировать дозу, снижать тем самым эффекты от лечения возможные. То есть это не позволяет часто провести полноценную химиотерапию. И это важно как, в частности, лидерогермиогенных опухолей, и особенно это выходит на первый право при раке мочевого пузыря, когда подобные осложнения встречаются крайне часто. И поэтому дренирование верхних мочевыводящих путей является важным компонентом терапии этих пациентов. После установки соответствующих отводящих систем, будь то нефростома или постановка уретерального стента, конечно, мы можем достичь нормализации клеранса креатинина и позволить проводить лекарственную терапию в полном объеме. Если говорить о мнении нашего центра, то мы всегда за установку нефростомы, потому что, на наш взгляд, это более гарантированное дренирование верхних мочевыводящих путей, позволяющих контролировать и функцию почки дренированной, и быть уверенным, что она действительно в любой момент функционирует, снизить на самом деле в том числе частоту эпилонефрита на фоне подобного дренирования. И в том числе надо понимать, что при хорошем эффекте проводимой химиотерапии, при нормализации пассажа мочи по мочеточнику, мы достаточно спокойно и без каких-то особых технических проблем можем нефростому удалить и тем самым избавить человека от этой дренирующей навязчивой системы. При постановке более субъективно комфортной для пациента системы внутренней, когда мы устанавливаем внутренний уротеральный стенд, то есть мочеточниковый стенд, мы все-таки сталкиваемся с большим числом проблем и как раз в связи с тем, что действительно опухоли, конгломераты достаточно плотные, они очень сильно сдавливают и осуществляют компрессию мочеточника и чаще всего перекрывают и те стенды, которые мы используем. Попытки технические предложить различные онкологические стенды с различными армирующими структурами, к сожалению, тоже не особо нашли применение на сегодняшний день в повседневной практике и на самом деле попытки, например, постановки системы двух стендов мочеточник опять же несут за собой ряд проблем, поэтому на сегодняшний день нет совершенно, мне кажется, таких противоречий с постановкой нефростома у этих пациентов, так как это, еще раз повторю, дает более гарантированный эффект в отведении мочи и самое главное, более контролируемый эффект на проведение химиотерапии, что для этих пациентов важно, потому что любой разрыв, любое нарушение схемы все-таки может сказываться на эффективности проводимого лечения. Спасибо большое. Я все-таки вернусь несколько к тошноте и роте и хотел у вас поинтересоваться, насколько для вас и для ваших пациентов с герминогенной опухолью важно именно вопрос и задача такая купирования, я даже не говорю не купирования, а именно профилактика тошноты и роты при проведении тех схемотерапии, о которых мы сегодня говорили. Ну, конечно, безусловно, тошнота и рота – это одно из таких неприятных осложнений, которые испытывают наши пациенты. Многие даже не столь боятся падения показателей крови, сколько боятся развития тошноты и роты. Конечно же, правильная подобранная терапия в зависимости от препаратов, которые входят в схему. Как я уже показала, практически все наши схемы, они относятся к режимам высокоимитогенов, либо умеренноимитогенов. Поэтому правильная подобранная противорвотная терапия, которая должна включать в себя и кортикостероиды, и ингибиторы нейрокининовых рецепторов, серотониновых рецепторов, дексаметазон. На всем протяжении, пока продолжается химиотерапия, но при необходимости еще один-два дня после завершения она должна быть полноценной. Почему? Потому что массивная тошнота и рота – это угроза чего? Это угроза и аспирации, угроза электролитных нарушений, угроза обезвоживания, что, конечно же, и так при достаточно токсичных режимах химиотерапии может еще усугублять в этом состоянии пациента. То, что мы можем профилактировать уже на самых ранних этапах, на начале, надо к этому стремиться. Ну, вы правильно сказали, лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Поэтому я думаю, что, конечно, грамотные химиотерапевты, грамотные онкологи, они знают, как вести противорвотную терапию, как обеспечить пациентов для профилактики профилактики осложнений и тошноты и рвоты у наших пациентов не должно быть вообще. Спасибо. Ну, вы заключили мой, то есть предусмотрели мой вопрос, а что для вас действительно профилактика, какой результат вы для себя видите в профилактике тошноты и рвоты? Вы, в общем-то, в конце однозначно определили ту цель, которую мы перед собой должны ставить. Это полное отсутствие каких-либо проявлений тошноты и рвоты. Это и будет полным ответом, и на сегодняшний день мы можем себе это позволить.